Всем привет! Сразу хочу извиниться за долгое молчание. Сегодня предлагаю заняться производством очередного большого цветка. Яркие цвета, надеюсь, поднимут нам настроение. Итак, для основания цветка будем использовать две 9 литровые бутылки. Отрезаем верхние части, подгоняем края и с помощью обычного малярного скотча соединяем эти две половины. На одну из половинок накручиваем крышку. Отверстие второй половины будет предназначено для стебля, но об этом чуть попозже. Для цветка будем использовать бумагу ярких красных оттенков. Примерно для цветка понадобится 5-6 рулонов. от рулона отмеряем и отрезаем 50 сантиметров. Я начну работу с бумагой самого темного оттенка. Она предназначена для середины. Сложенное полотно разрежу сразу на 5 равных частей по 10 сантиметров. бумагой яркой, поэтому руки сразу окрашиваются. Полоску сложим пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Вырезаем до конца с обеих сторон. Ширина каждой заготовки будет 6 с половиной сантиметра. Вторую полоску сложим пополам, еще раз пополам и полученное полотно уже на 3 части. Разрезаем с обеих сторон до конца. Ширина заготовки получится примерно 4 с половиной сантиметра. Следующее полотно пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Разрезаем аналогично. Повторим с четвертым полотном то же самое. И с пятым не меняем подход. В итоге на столе лежит 4 кучки прямоугольников по 6 с половиной сантиметров и одна кучка 4 с половиной сантиметра. Предлагаю начать работать с маленьких. Вырезаем из заготовок лепестки вытянутые и скругленные поверху. Я кладу в руку сразу по три заготовки и вырезаю. Верхние части лепестка собираем в мелкую складку и легонечко закручиваем в одну сторону. Сразу три лепестка растягиваем посередине, стараясь не трогать верхнего завитка. Так подготовим все лепестки. Теперь займемся лепестками побольше. Ничего сложного. Вырезаем лепестки такой же формы. Собираем складку и закручиваем. Растягиваем посередине. Лепестки готовы. Начинаем крепить их к форме. Лепестки побольше положу с одной стороны, а поменьше с другой. Сначала будем работать с маленькими. Первый лепесток растягиваю сильно и креплю его с помощью клея на крышку. Остальные маленькие лепестки крепим таким образом, чтобы полностью скрыть крышку. Наносим клей на основание и фиксируем к основе. Второй лепесток клеим по кругу с заходом на первый. Продолжаем клеить по кругу. Лепестки маленькие закончились. Круг мой завершен. Лепестки побольше клеить буду на том же уровне по кругу с небольшим заходом на предыдущий. После окончания ряда у меня остались лепестки и я продолжаю их клеить по кругу. Не страшно, если лепестков не хватит на завершение этого круга. Лепестки наклеены и на форме появилось четкое очертание середины будущего цветка. Для дальнейшей работы беру бумагу более светлого оттенка, но тем не менее она очень яркая, тонн 584, плотность бумаги 180 грамм. От рулона отмеряю и отрезаю 1 метр. Разрежу метр для удобства пополам по 50 сантиметров. Сложенное в первое полотно делю на части по 16 сантиметров каждая. Первую сложу пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Получаем заготовку 6 сантиметров. Разрезаю с обеих сторон до конца. Вырезаем длинные скругленные лепестки. С оставшейся кучкой поступаю аналогично. Придадим лепесткам рельеф. Я беру сразу по 3, собираю в складку и подкручиваю в одну сторону. Немного растягиваю посередине. Лепестки готовы. Повторим эти действия и с другими лепестками. На столе осталась вторая половина от метра. Разрезаем ее на 3 равные части и повторяем уже знакомый процесс. Сложить, разрезать и вырезать. Ну вот, огромная куча лепестков готова к скручиванию. Поехали! Лепестки подготовлены, руки бордовые, пальцы болят. Оу, прошу прощения, не углядела за лампой. Она предательски залезла в кадр. Берем бумагу оттенком потемнее. Это тон моей середины. И отмеряем от рулона 50 см. Отрезаем. Полотно режем на 3 равные части по 16 см. Все лепестки необходимо подготовить уже известным способом. Лепесток не нужно растягивать сильно. Он должен оставаться жестким, чтобы держать форму. Завиток на кончике позволит выглядеть цветку живо и естественно. На столе подготовлены лепестки высотой 16 см. Двух оттенков. Клеить начнем с темного лепестка. Клей наносим на основание. Фиксируем, отступив вниз. Второй лепесток тоже темный. Клеим по кругу внахлёст. Затем крепим светлый лепесток. И в таком порядке продолжаем клеить первый круг. То есть два темных, один светлый. Два темных лепестка, один светлый. И так далее. Первый круг завершен. Второй круг лепестков выстроим в другом порядке. Теперь два светлых и один темный. Лепестки опускаем на 1 см вниз. Клеим по кругу внахлёст. Ряд завершен. Для удобства отметьте на форме место начала ряда. Третий ряд клеим аналогично второму, опустившись на один сантиметр. Клеим по кругу внахлёст. Светлый, темный, светлый, 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 темный, светлый, светлый и так далее. Ряд закончен. Темных лепестков осталось у меня всего три штуки. Распределю их по кучкам в соответствии один темный и три светлых. Дальше буду продолжать ряд только светлыми лепестками. Начнем новый ряд. Клеим по кругу внахлёст. Я дошла до метки. Ряд завершен. Цветок получается яркий. Оставшимися лепестками у меня их 8 штук. Я заполню пустоты, которые, по моему мнению, образовались в бутоне. Все, лепестки закончились. Если бы это был бутон, а не цветок, работу над ним можно было бы уже закончить. Но я продолжаю. От уже начатого рулона на тон светлее отмеряю и отрезаю 50 сантиметров. Свернутое полотно разрезаю на три разные части по 16 сантиметров. Сразу от рулона отмеряю и отрезаю еще 50 сантиметров. И тоже разрезаю на три равные части. И у меня в итоге 6 заготовок по 16 сантиметров. Остаток от рулона 36 сантиметров. Я тоже разрежу на три части по 16 сантиметров. Остатки пока в сторону. Полоски 16 на 50 сантиметров сложим пополам. Еще раз пополам и еще раз пополам. Вырезаем до конца с обеих сторон. Вырезаем лепестки. Делаем это со всеми полосками. Из всех лент лепестки нарезаны. Теперь придадим им изящный изгиб. Закручиваем лепестки одну партию в одну сторону, а другую партию, состоящую из трех лепестков, в другую. Дальнейшая работа нам понадобится степлер и вспомогательные бумажки. Вернее сказать, вспомогательные картонки. Нужно будет сложить лепестки по три и скрепить их между собой. Лепестки собраны. На круг нам понадобится 12-16 трехлистников. Клеить их будем так, чтобы цветная бумага трехлистника была выше предыдущего ряда на 2,5 сантиметра. Клеим по кругу вспомогательные бумажки в стык. Лепестки нужно немножечко поправить. И подкручиваем их по направлению к середине. Середина теперь стала гораздо пышнее. У меня осталось 6 лепестков. И сейчас заполню ими пустоты, образованные цветки. Бутон отложим в сторону и берем новый рулон. У меня часто спрашивают, какую я бумагу использую. Посмотрите на этикетку. Подержу ее подольше. Здесь по сути все написано. От рулона отмеряю и отрезаю 1 метр. Сложу и разрежу сразу на две равные части по 25 сантиметров. Одну половину сложим пополам. Еще раз пополам. Получилась заготовка 12 с половиной сантиметров. Разрезаем со всех сторон. Получили 8 заготовок. Со второй половиной делаем то же самое. И в итоге получаем 16 заготовок. Стороны их пока. От рулона отмеряем и отрезаем сразу 1 метр. Затем делим его пополам по 25 сантиметров. И повторяем весь процесс заново. После того, как вся бумага будет разрезана, получится 32 заготовки. От рулона остался остаток 36 сантиметров. Мы режем его точно так же пополам по 25 сантиметров. Каждую половину сложим пополам и еще раз пополам. Заготовки получились поуже. Но это совершенно не страшно. Со второй половиной предлагаю сделать то же самое. В итоге у меня 40 заготовок. Превратим все прямоугольники в лепестки. Резать придется много. 40 заготовок стали лепестками. Для живописного цветка предлагаю немного поработать. Определяем лицевую сторону бумаги и складываем лепестки в стопочку по 3 штуки. Собираем в гармошку и закручиваем верхнюю часть лепестка в одну сторону. Нижнюю часть лепестка крутим сначала в одну, потом в другую сторону. Растянем лепестки посередине. Стараемся не трогать верхнего завитка. Лепестки получились красивыми. Ну а теперь запасаемся терпением и повторяем весь этот процесс заново. Лепестки сами по себе не закрутятся. И да, руки 100% повторят цвет вашей бумаги. Ну, только если она у вас не белая. Лепестки готовы. Возвращаем цветок на стол. Лепестки клеим на уровне вспомогательных бумажек. Клей наносим на нижнюю часть лепестка и фиксируем слегка, присборяя. Клеим лепестки внахлёст по кругу. Первый ряд завершён. Для удобства прочерчу на форме метку начало ряда. Возвращаем на стол бордовые лепестки и определяем расположение лепестков второго ряда. Клей наносим на основание лепестка. Клеем, отступив вниз от лепестков первого ряда, 1 см. Фиксируем лепестки по кругу с небольшим нахлёстом. Все лепестки располагаются таким образом, чтобы их изгиб был по направлению к середине. последний лепесток второго ряда занимает своё почётное место. Все. Второй ряд завершён. На данном этапе диаметр соцветия составил 55 см. У меня осталось 12 лепестков. Их как раз должно хватить на круг третьего ряда. Процесс сборки лепестков на форму остаётся прежним. Вот только нужно сделать вниз маленький шажок 1 см. Короче, опускаемся и клеим. Клеим по кругу, немного присборяем. Стараемся попадать между лепестками предыдущего ряда. У меня последний лепесток. Третий ряд завершён. От этой партии осталось 4 лепестка. Ими, думаю, заполню пустоты, образовавшиеся в лепестках. Лепестки облагородили цветок. Лепестки закончились. Отложим в сторону уже довольно тяжёлый цветок и подготовим очередную партию лепестков. Весь рулон бумаги разрезаем сразу на три части. 1 метр, 1 метр и остаток. У меня в этот раз опять остаток маленький 38 см. Кстати, одолжен быть 50 см. Обидно. Полотна сложим для удобства. Разрежем посередине по 25 см. Каждая часть. В итоге получили 4 отрезка по 25 см. на 1 метр и 2 отрезка по 25 см. на 38 см. Начинаем с метрового. Сложим пополам, ещё раз пополам и ещё раз пополам. Разрезаем с обеих сторон до конца. Сейчас расскажу забавную историю. Мне на канал пишет много иностранцев. И недавно написала девушка. Она сказала, что долго и не могла понять смысл моих часто повторяющихся звуков. Пополам, пополам, ещё раз пополам. Для разъяснения обратилась к переводчикам, ну, в смысле, своим, иностранным. И те не поняли и все решили, что это просто периодически повторяющиеся смешные звуки. Ну, вроде как песенку-то напеваю. И как-то ей повезло повстречать русского, который объяснил ей, что мои смешные звуки имеют даже очень важное значение. И тогда она поняла, что пополам значит две одинаковые части. И теперь она без перевода знает и даже повторяет вместе со мной эти магические русские слова пополам, и ещё раз пополам, и ещё раз пополам. За разговором я нарезала всю бумагу на прямоугольники. И сейчас будем вырезать лепестки. Можно вырезать по одному, а можно сразу несколько. Главное, чтобы ножницы не подводили. Хотя у меня самые обычные бытовые языки. Резать придется много. И думаю, весь процесс показывать нет, но никакого смысла. Лепестки готовы. Спасибо монтажу. Придадим лепесткам изогнутый вид. Мои видео очень любят учителя, особенно преподающие в творческих кружках или курсах. И как-то раз мне написала преподавательница на страницу в инстаграм. Что я так подробно объясняю, как делать цветы в смысле словами, что даже видео включать не надо. Видно, она включила мой мастер-класс в своя аудитория. И с компьютером что-то случилось. Причем на середине мастер-класса. Но не бросать же на середине. Она решила продолжить, опираясь только на мой голос. В итоге, ближе к концу мастер-класса, видео появилось. И все участники этого действия поняли, что сделали все правильно и остались довольны результатом. И преподавательница мне пишет, вы, наверное, педагог с большой буквы. У вас так хорошо получается объяснять, друзья мои. Я не преподавательница, совсем нет. Я работаю на телевидении и, может, поэтому есть небольшой навык к журналистике отношения. Не имею. Просто наблюдаю за этим процессом издалека. Так, что-то опять заболталось. Для дальнейшей работы предлагаю нарезать вспомогательные бумажки. Вернее сказать, картонки. Небольшие квадраты, примерно 5 на 5 сантиметров. Лепестки креплю, немного присборяя с помощью скоб степлера. По три на одну картонку раскладываем лепестки веером. Из лепестков собираем трехлистники. Все это, конечно, можно сделать и с помощью клея, но я предпочитаю степлер. Вот, что в итоге должно получиться. Все сделанные трехлистники пока в сторону. Нарежем сразу много бумаги. Берем сразу два рулона и режем их сразу на один метр и еще один метр и остаток. У всех он разный. Надеюсь, что у вас больше, чем мой. Мне почему-то постоянно не докладывают. Все эти отрезки разрезаем пополам по 25 сантиметров и остатки в том числе. в итоге 8 отрезков 25 на 1 метр и 4 отрезка 25 на 35 сантиметров продолжаем. Метровые отрезки пополам еще раз пополам и еще разрезаем до конца с обеих сторон. Стопка получилась внушительная. Теперь разрезаем остатки рулона. Принцип тот же. У кого-то заготовки будут чуть больше, у кого-то чуть меньше. Это не страшно. Все нарезанное превращаем в лепестки. Вырезаем, крутим, расправляем. Думаете, это все? Нет. Теперь всю эту кучу нужно разложить по три и прикрепить их на вспомогательной картонке в виде веера. Лепестки подготовлены. Возвращаем цветок на стол. Клеить лепестки, вернее, трехлистники. Будем нанеся клей на картон и немного на бумагу. Держать советую подольше. Клей должен схватиться. Следующий трехлистник клеим по кругу вспомогательные бумажки встык. На круг понадобится думаю 12 штук. трехлистник встык. Продолжение следует... Продолжение следует... на этом первый круг трех листников завершен. Если есть желание, то цветок на этом этапе можно закончить, лишь оформив оставшуюся форму зеленой бумагой. Но я настырная и буду продолжать. диаметр цветка на этом этапе составляет 66 сантиметров. На стол попадает следующая партия лепестков в количестве 12 штук. Клеим лепестки немного опускаясь. Правда теперь не по форме, а по лепесткам. Таким образом мы увеличим длину лепестка. узле концепTS на лепестке занимает шестид Es несколько раз э лепестков лепестки могут сл�� под второй круг трехлистника завершён подготовим следующую партию для третьего ряда клеить лепестки будем на том же уровне стараемся попадать между вспомогательными картонками предыдущего ряда честно говоря чем пышнее цветок тем сложнее клеить лепестки да и он на самом деле просто уже довольно тяжелый будьте осторожны и берегите руки третий ряд завершён у меня осталось три трехлистника склею их расклею их по цветку в хаотичном порядке и на этом этапе можно остановиться но я все же продолжаю цветок в диаметре уже 75 сантиметров на финал цветка я выбрала бумагу более светлого оттенка по уже знакомому плану из рулона вырезаем стопку лепестков немного подкручу концы но соединять их уже в трехлистнике не буду лепестки подготовлены получилось много конкретно эти лепестки я растянула чуть больше чем остальные и по цвету и по форме они по моей задумке должны напоминать состаренные лепестки фиксировать лепестки буду на цветок отступив 1-2 сантиметра от вспомогательных бумажек клею по кругу внахлёст первый ряд завершён отлично под столом нашла упавший яркий трехлистник разделим его по лепестку и хаотично клею на цветок вам этого делать необязательно вы же не теряли трехлистник продолжаем клеить светлые лепестки стараемся попадать между лепестками предыдущего ряда последний лепесток занимает свое место ряд завершён оставшиеся лепестки распределю по цветку и закончу на этом подытожим на все лепестки у меня ушло 6 рулонах но по опыту знаю всегда надо брать на один больше займемся зеленью от рулона зеленой бумаги отмеряем 8 сантиметров и загибаем 8 раз в итоге получаем 9 заготовок отрезаем от края отступив 22 сантиметра зафиксируем эту точку сверху рулона отступив от края 2 сантиметра режем ножницами вниз по направлению краю рулона должен получиться когда отрежете острый треугольник теперь с другой стороны проделаем то же самое затем примерно посередине делаю прорезь в виде треугольника и прорезаю весь рулон с обеих сторон до конца получились листья для чашелистика соберем все листья в гармошку подкрутим концы в одну сторону листья приобрели веселый изгиб мелкие треугольники тоже подготовим к использованию цветок вернем на стол длинные зеленые листья немного растянув фиксируем и на форму и на лепестки клеим по кругу с небольшим нахлёстом продолжаем закрывать форму зеленью от рулона бумаги отмеряем и отрезаем 50 сантиметров хотя если честно хватит и 25 я на самом деле перестраховалась затем режем это плотно на 20 20 и сантиметров из полосок 20 сантиметров вырезаем прямоугольники сложим полотно пополам пополам и еще раз пополам разрезаем до конца с обеих сторон посередине немного растянем клеем закрывая форму по кругу в нахлёст форма закрыта займусь стеблем крышку от бутылки я продырявила ножницами и вставила трубу моя тонкая она не подойдет просто другой под рукой не оказалось а показать то нужно лучше берите трубу металлопластиковую диаметром не меньше 26 сантиметров она и гнется отлично и сохраняет форму и выдержит цветок трубу в крышки с обеих сторон залью клеем остаток 10 сантиметров от зеленой бумаги отлично подойдет для оформления стебля отрезаем 2-3 сантиметра и нанеся клей оборачиваем вокруг стебля листья если хотите сделать ищите в моих мастер-классах на канале маленькими треугольниками задекорируем крышку только на место завинчивания не клеить и потом крышку не вкрутить и вот и все наш цветок готов для осенней сессии и как всегда я желаю вам не переставайте радоваться удивляйте и радуйте близких всем здоровья удачи пока пока ну а я отправляюсь на фотосессию а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok